Теперь у моря Сочи будет ждать возвращения не только хорошей погоды, но и очередного крупного международного мероприятия. Ведь придет оно именно с моря. Это будет большая парусная регата. Сейчас уже идет подготовка, но и до этого здесь, на берегу, пройдет немало интересного. Площадка Лайфсайд вновь будет работать. Это лишь малая часть олимпийского наследия. И будет использоваться для проведения конкурсов и концертов. А вот то, как будет работать дальше, к примеру, транспортная инфраструктура, зависит от самих сочинцев. Чем чаще они будут ездить в общественном транспорте, а не в личных машинах, тем больше останется в городе новых автобусов и электричек. Сейчас они заполнены на треть. Решение примут после нескольких недель мониторинга. Еще одно важное решение касается облика Сочи. Контроль за застройкой должен стать тотальным. Незаконное строительство не давать. Первое, это, конечно, правовой путь, законный путь. Второе, у нас есть казачество, которое может сесть там и сидеть и сказать, что мы против. Но сказать, что, извини, ты беспредельничаешь, ты уграбляешь наш город, мы не можем, правда, этого терпеть. Незадолго до Пасхи особенно острым стал в прямом смысле слова вопрос жизни и смерти. О состоянии мест захоронений, куда придут, чтобы помянуть близких сотни людей. И к компании, которая должна поддерживать порядок на центральном кладбище, есть претензии. Одноразово произвел работы и с тех пор больше этот «Блэк Стар» достойно не выполняет свои обязанности. «Блэк Стар» – такое предприятие, которое по конкурсу районы разыгрывает уборку конкурса на уборку территории. Компании дана неделя на исправление ошибок. Еще одна тема, которая актуальна вне зависимости от дней календаря – это стоимость захоронения. Сейчас оно обходится в десятки тысяч рублей. И это, как считает глава города, просто чудовищно. Мы выполнили полностью закон о захоронении, где создали МКУ. Депутаты поддержали в плане финансирования. Мы делаем все для того, чтобы люди знали, что за пять тысяч вы можете похоронить. Но если вы хотите гроб дубовый, то будет дороже. Под контролем останется система уборки Сочи. Во время зимних игр помогали дополнительные силы. Но сейчас, благодаря отработанной схеме и при четкой организации процесса, городские организации будут справляться своими силами. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует.